Третье место в командном зачете на краевых соревнованиях. Спортсмены говорят, что выступали именно как команда. Сергей Беляев занял пятое место в турнире по настольному теннису, но говорит, что с учетом уровня соперников для него это высокий результат. Знать о том, что там чемпионы по России были, колясочники по настольному теннису, уровень очень высокий. И пятое место для меня это огромное достижение здесь, на краевых спартаке. Рината Черниченко товарищи по команде отговаривали от участия в плавании, потому что соперники были сильны, но он был настойчив и занял четвертое место. Да, я знал то, что попытаться, но проплыл. Места пусть и не призовые, но командная копилка пополнялась очками. Первое место занял Александр Свекольников, обыграв всех в шахматы, а Никита Ванков собрал сразу три золота в плавании. Ранее он увлекался данным видом спорта, после травмы нырял с аквалангом, теперь, можно сказать, возвращается в спорт. Полностью все лето, каждый день, 30 дней в месяц, это тренировки в море я плавал, занимался, и погодные условия, когда уже перестали позволять, мы попросили заниматься в Золотую бухту. Еще есть много куда расти, и по технике, и по силам, по возможности еще есть, как бы до потолка далеко еще. Александр Герасимов стал вторым по игре в бочи. Очень недолгое время, как бы, в течение этого года я вот начал. Я работаю в санатории Анапа, и вот мы там тренируем, я помощник спортинструктора, и как бы в бочи мы там тренируемся. Для многих на турнире результат анапчан оказался сюрпризом. Восемь лет у города-курорта не было своей команды. Ребята с готовностью откликнулись, все поехали, собирались быстро достаточно, потому что, в принципе, ну, неожиданно поступило предложение, давайте сделаем так. В наше выступление, я считаю, что удалось на все 100%. Мы, в принципе, не рассчитывали получить третье командное место, и те результаты, которые мы показали, сами за себя говорят. По словам Оксаны Замулы, идет фактическое возрождение клуба для занятий адаптивными видами спорта, во многом при содействии городской администрации. Участники движения надеются, что первые ощутимые результаты будут видны уже до конца текущего года.